Приветствую вас. Международное рейтингное агентство Стандарт Пур насчитало, что Украине надо в течение 4 лет по оси 20 миллиардов долларов. Это не совсем Украине, это, скажем так, украинской власти. Это государство. Не государство не считается. Итак, да, действительно, в 2017 году по большому счету проблем никаких не будет. Там по оси 2,8 миллиарда. Причем МВФ миллиард дал, так что тут считайте уже все погашено. В 2018 уже больше 3 миллиардов. Ну, 3,6, если это тошно. А в 2019, 7,5. Вот там, да, это уже чувствуется сон. Сразу обращаю внимание, это без 3 миллиардов, которые Украина задолжала Россию. МВФ это отдельно. Ой, извиняюсь, Стандарт Пур это как бы вынес за рамки. Итого 20 миллиардов. Давайте посмотрим, а сколько сейчас. Золото валютной резервы Украины 17,2 миллиарда. Это имеется в виду за 4 месяца. Но это всего. То есть вы знаете, что это официально, а из чистой. Смотрим чистой. 4,6 миллиарда. То есть, двумя словами, свободных денег в распоряжении 4,6 миллиарда. Сразу вносим ясность. В 2017 году и 2018 больше всего погашать надо кредитов МВФ. По этой причине можно действительно взять из официальных резервов. Тем более, что кредиты МВФ всегда даются на такие условия. Они дают кредит. Потом, когда возникает необходимость погашения, можно взять эти деньги из резервов и погасить. То есть, двумя словами, из 17 миллиардов, в этом году взять 1 миллиард, не проблема. В том году взять 3, там почти 3, тоже не проблема. Ну, просто официально золото-валютные резервы, грубо говоря, будут не 17, если вы берете 4, будет 13. Такая разница. Но! А 7,5 миллиардов, и погашать за счет кредитов МВФ нельзя. Ну, нельзя. Их действительно надо погасить за счет своих средств. Еще раз повторяю. У нас на сегодняшний момент 4,6 миллиарда. Погасить надо. Правда, в 2019 году. 7,5 миллиарда. Ну, никак не хватало. Ну, естественно, Стандартфур начал свою любимую беседу, проводить реформы. Боже, как этот бред надо делать. Ну, какие реформы? Ну, смотрите. Сколько уже? Четвертый год эти проводят реформы. Эти. В результате. Набрали какие-то МВФ, которые надо погашать, и все. И если бы не деньги из арбайтеров, ну, не было бы 4 миллиарда. Ребята, не было. Потому что основной источник формирования чистых золота, валютных резервов, это не инвестиции. Это не внешний аторбайтер. Это деньги из арбайтеров. Все. Если бы нацбанк не выкупил только 2 миллиарда денег на арбайтеров, ничего бы не было. Так само, как и в этом году. Тут начинаем. Реформ. Да, чем меньше реформа будет, чем больше действительно будет валюты Украины. Так что, вот такая ситуация. Я понимаю тут сразу. Вот, дефолт. Ребята, успокойтесь. 2019 год далеко. Очень известно, что до этого надо дожить. А во-вторых, что мешает еще раз реструктуризировать украинские еврооблигации? Ну, раз реструктуризировали, еще раз реструктуризировали. Жалко, что ли? Не жалко. Так что, вот такая вот забавная информация. Для самых любознатель.